Альмира Рай. Большая проблема. Глава первая. Я прогуливалась по центральной улице, жадно облизывая мороженое. Стоял прекрасный весенний день. За экзамен я только что получила тройку. А парень, который мне безумно нравился, начал встречаться с моей лучшей подругой. В общем, все как обычно. Ирочка и счастье – вещи несовместимые. Поэтому я просто шла, разглядывая отражения в витринах и доедая совершенно безвкусное мороженое. В какой-то момент мое внимание привлек манекен, наряженный в потрясающей красоты женское белье. И я вспомнила, что мне позарез нужна новенькая бельишка. Даже встала напротив, визуально примеряя комплектик с помощью отражения. А что? Красный весьма недурственно сочетается с моими медовыми волосами и голубыми глазами. Надо брать. Порылась в сумочке. Открыла кошелек и печально вздохнула. Надпись скидки 50% так и манила. Решив, что за спрос не дают в нос, я смело вошла в бутик. Две пигалицы-консультантши, дышащие мне в грудь, тут же окинули меня оценивающим взглядом и поморщились. Затем из-за угла выглянул полноватый мужчина средних лет, облаченный в форму охранника, и удивленно вздернул брови. Этот был хотя бы на полголовы выше. Нет, они не были коротышками. Это я. Так уж вышло. Уродилась дылдой под метр девяностая. Вы что-то ищете? Без особой радости спросила одна из консультантов. Просто смотрю. Тут же отозвалась я и безошибочно нашла стойку со скидочным товаром. У меня на ней глаз наметан. А смотреть там было не на что. Мало того, что одни ниточки до бантики, так еще и скидка оказалась такой, что я на эту сумму могла бы половину белья в любом ошане скупить. Что-то мерить будете? Ехидно протянула та самая неприятная девушка. У меня что ли на лбу написано? Денег нет. А вот и буду. Решила повредничать я и ткнула пальцем на витрину. Мне вон то. Красное. Какой размер трусиков? Мыморечным голосом спросила барышня. А окинув меня все тем же неприятным взглядом, сама предположила. Иксель? Обидно, что сказать. Толстой-то я не была. Дылдой это да. Но не толстой же. А моя университетская подружка, Каринка, вообще черной завистью завидовала моим внушительным верхним формам. Что-то у вас глазомер плохо работает. Огрызнулась я. Эмочку несите. А наверх дэшку. Та, насмешливо фыркнув, послала другой консультантше, ехидненький взгляд и кивнула. Мол, иди, неси. Негоже, видимо, королевнам силы тратить на таких, как я. В магазинчик вошли еще две девушки. И все по той же схеме. Неприятная дамочка наградила их злобным взглядом. Из-за угла выглянул охранник. И посетительницы услышали стандартный вопрос. Вам чем-то помочь? Пока королевна разбиралась с новенькими, мне уже вынесли мой комплектик и пригласили в примерочную. Признаться, в таких шикарных условиях я мерила нижнее белье впервые. В кабинке было просторнее, чем в моей ванной. Имелся даже пуфик и огромное зеркало. Примерила, покрутилась, повертелась, раздосадованно выдохнула. Эх, такая красота. И непрекаянная. А белье все же придется вернуть. Не по карману мне. Даже со скидкой. Даже без мороженого. Услышала по ту сторону кабинки крики. Не просто крики, а вопли. Противная консультантша спорила с новыми клиентами, которые, судя по всему, пытались вернуть испорченный товар. Я приоткрыла дверцу. Подсмотрела. Позлорадствовала. Все, уходите. Мы закрываем магазин. Вдруг распорядилась королевна. В мою кабинку постучали. И уже лично для меня. Выходим! Ну, как в троллейбусе, честное слово. Бормотала я, Майя, с застежкой на спине. В мою дверцу постучали еще раз. А потом крики возобновились. По-быстрому бросив свое белье в сумку, я натянула платье и поспешила выйти. Сделала шаг и вспомнила, что новенькие трусики в попыхах-то забыла снять. Взглянула на консультантов. Те доказывали что-то двум девушкам. Охранник в уголочке с кем-то общался по телефону. Сделала шажок. Еще и еще. Надо бы вещи вернуть, Ирочка. Нехорошо, подумала я. А ножки мои тем временем все крались к выходу. Да ты знаешь, кто я такая? Возмутилась хомоватая клиентка. Я сейчас директора вызову! Прокричала королевна. Прекрасно! Вот с ним и будете разговаривать. Я так и хотела. Ну, ладненько. У них и без меня хлопот хватает. Пойду я. Только схватилась за ручку, как дверь открылась сама. И меня, не самую хрупкую в мире девушку, едва не снес, но громила. Просто я впервые в жизни встретила мужчину не просто выше меня, но еще и шире в плечах. Он, к слову, за эти самые плечи схватился, чтобы меня придержать. И так мы стояли друг напротив друга. Я удивленно рассматривала его. Он не менее удивлен на меня. И тут кто-то из консультанш как заорет «Эй, ты! Трусы снимай!» Брови мужчины поползли на лоб. Я же почувствовала прилив жара к щекам, шеи, груди и всем другим открытым участкам своего тела. «Это она вам», – уточнил мужчина. «А может, вам?» «На всякий случай предположила?» «Мало ли?» «Нет», – как-то неуверенно ответил он. «Думаю, все же вам». Тут уж подошла тихая консультантша с охранником. И больше нам с громилой гадать не пришлось. «Девушка!» – воскликнул охранник и схватил меня за руку, отрывая от мужчины. «Вообще ко мне редко пристают, не решаются. Но когда это все же происходит, то на такие случаи у меня есть коронный взгляд с высоты моего роста. Каринка говорит, выглядит устрашающе. Вот и сейчас охранник виноватый улыбнулся и отпустил руку. «Вы украли вещь!» Тут же набросилась с обвинением девушка. «Максим Алексеевич!» Как-то умоляюще простонала королевна. «И теперь вся эта орава, она и две скандальные покупательницы, двинулись на нас. Дурдом!» Максим Алексеевич выглядел очень растерянным. Мне на секундочку даже стало его жалко. Женщины облепили его со всех сторон, что-то бурно доказывая. А он то и дело переводил озадаченный взгляд с них на меня, с меня на охранника. «Так!» – наконец прикрикнул он. И барышни затихли. К слову, голос у Максима Алексеевича, когда он орал, был весьма пугающим. Даже у меня мурашки по коже пробежались. «Вы!» – обратился он к скандальной покупательнице. «Я, кажется, вас уже не в первый раз вижу!» «Катерина!» – выкрикнула дамочка обвинительным тоном. «Да, как такую не запомнить?» «Упущение, Максим Алексеевич!» «Я дочь мэра!» Я сложила губы трубочкой и отметила, что Максим Алексеевич таки вспомнил, и всю трагичность своей ситуации тоже осознал. А я мечтательно покосилась на дверь. Может, обо мне все-таки забудут? Я даже согласна позже им одолженное занести. «Ваша продавщица опять мне нахамила и...» «Хорошо!» – вякнул, судя по всему, тот самый директор, которого обещала позвать королевна. «М-да!» «Странный бизнес себе завел этот мужчина!» «Весьма!» «Мы с вами сейчас все обсудим!» «А теперь вы!» Я, задумчиво рассматривающая до этого витрины, напряглась и застыла в ожидании вердикта. «Миш, проведи девушку в кабинет!» «Я подойду через две минуты!» Охранник прикасаться ко мне не рискнул, но с улыбкой указал в сторону того самого коридорчика, из которого выглядывал. «А может, не надо?» Вяленько попыталась я отбрыкнуться. Королевна фыркнула и, окинув меня по бедным взглядам, протянула. «Да она сразу мне показалась подозрительной!» «Инна!» Резко прервал ее большой босс. А потом снова посмотрел на меня и недовольно поджал губы. «Пожалуйста, пройдите в кабинет. Мы можем решить все цивилизованное. Либо же вызвать полицию. Решать вам!» При упоминании правоохранительных органов у меня по спине пробежался холодок. «Я подожду», заверила, выбрав меньшее из двух зол. «К слову, там же можно и переодеться. И вернуть хозяину нечаянно одолженный товар. Я думала, что бизнес у мужчины странный. Но кабинет меня удивил еще больше. Оформленный в розовых тонах».